Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, местное самоуправление, программа о деятельности столичных властей и я, ее ведущая Данифата Герова. Какие законопроекты обсуждали депутаты в последние месяцы? Как работают уже принятые документы? Пришло время подвести итоги уходящего года. Сегодня состоялось очередное 25-е заседание Чебоксарского городского собрания депутатов, последнее в уходящем году. На утверждение народным избранникам было представлено 12 проектов. Столичные парламентарии внесли изменения в бюджет города, в правила землепользования и застройки Чебоксарского городского округа. Утвердили план работы городского собрания депутатов на 2013 год. 21 декабря состоялась согласительная комиссия администрации города и Чебоксарского городского собрания депутатов по рассмотрению проекта бюджета. На заседании согласовали все замечания и поправки, которые поступали в ходе постоянных комиссий и публичных слушаний. В результате этого заседания было решено внести изменения в доходную часть бюджета. Также были внесены поправки и в расходную часть. Доходы в 2013 году планируются в объеме 5 миллиардов 137 миллионов рублей. Расходы в размере 5 миллиардов 422 миллиона рублей. В результате этого заседания было решено внести изменения в доходной части бюджета на 48 миллионов рублей. А именно увеличить доходную часть в части налогов, неналоговых поступлений в собственной части бюджета города. Это налог на землю, это средства, поступающие от аренды имущества города Чебоксары. В бюджете города увеличены расходы по нескольким статьям. На строительство детского сада по улице Гладкова заложили на 10 миллионов больше, чем планировали ранее. На разработку проектно-смертной документации на строительство очистных сооружений ливневых стоков 1 миллион рублей. На разработку документации на строительство новых автомобильных дорог 15 миллионов рублей. 1 миллион рублей направлено на строительство спортивного зала лицея номер 3. Практически все статьи не получат финансирование в необходимом объеме. Впрочем, цифры далеко не окончательные. Опыт прошлых лет показывает, что бюджет столицы будет уточняться еще не раз. Сотрудники администрации города, депутаты, председатели комиссии совместно было принято решение по выделению средств на те или иные направления. Что касается выделения средств на дороге частного сектора, конечно, это важная актуальная тема. И мы понимаем, что нужно ее решать. Сегодня у нас есть программа. Туда выделено 12 или 13 миллионов рублей. Средств явно не хватает. Но прошу заметить, что у нас сегодня не заложено средства в целом на благоустройство в размере 200 миллионов рублей. Нам сегодня не хватает до конца средств на выплаты, значит, по зарплате воспитателям и вспомогательным персоналам. Мы в течение года будем проводить эту работу и совместно с вами при уточнении бюджета направлять эти средства на наиболее востребованные направления. Чебоксарское городское собрание депутатов в 2012 году провело 9 заседаний, на которых были рассмотрены и приняты 99 важнейших нормативных актов. Напомним об отдельных решениях. В столичной мэрии не один месяц тщательно прорабатывали стратегию развития городского пассажирского транспорта и дорожной сети в Чебоксарах. Стратегия рассчитана на 8 лет. В долгосрочной программе более 40 пунктов. Для начала создадут муниципальное пассажирско-транспортное предприятие. Также предлагается отказаться от общественного транспорта и маршрута к малой вместимости. Изменение движения 12 маршрутов, появление 4 новых, строительство новых и продолжение существующих транспортных линий также предусмотрено. Стратегия предполагает внедрение автоматизированной системы управления транспортом и реконструкцию десятков километров дорог. В дополнение к вышесказанному остановке общественного транспорта будут оборудованы системы оповещения населения о движении пассажирского транспорта с помощью электронных информационных табло. Отдельные пункты долгосрочной программы начнут реализовывать уже в 2013 году. Нестационарные торговые точки, которые сегодня в Чебоксарах пестрят разнообразием форм и отделок, уйдут в прошлое. У депутатов есть интересная концепция размещения торговых киосков. Отдел архитектуры разработал требования, как должны выглядеть все объекты мелкой розничной торговли. То, что нестационарные торговые точки не могут быть одинаковыми, в управлении городостроительства понимают. Клонировать киоски никто не станет, учитывая, что у каждого объекта свои задачи, свое место размещения и своя покупательская аудитория. Единственное, чтобы эстетика малых архитектурных форм была единой. Мы подготовили серию картинок, скажем так, в каком направлении двигаться дизайнерам, к которым будут обращаться предприниматели, которые будут заново размещать какие-то объекты. И согласно этим направлениям они уже могут работать. И у нас уже получается это. То есть уже есть, допустим, три объекта на основании наших направлений, они уже разработаны. И они, в принципе, я считаю, что довольно-таки получились интересными. Нормативный документ, направленный на расширение доступа к информации о работе муниципалитета, а также положение о контроле за исполнительными органами местного самоуправления, народные избранники приняли на 24-м заседании Щебоксарского городского собрания депутатов. Открытость и прозрачность работы органов местного самоуправления всегда была приоритетным направлением. Теперь депутаты собрали все действующие нормы в одно положение. Положение о контроле за органами местного самоуправления принято в связи с тем, что до сих пор формы контроля и способы контроля были прописаны в разных федеральных законах, в различных законах Чувашской республики и также в решениях Чебоксарского городского собрания депутатов. На нашей комиссии было принято решение собрать все эти положения в единый документ, для того, чтобы у депутатов было четкое представление о своих правах и обязанностях по контролю за органами местного самоуправления города Чебоксара. Органы местного самоуправления внесли поправки в положение о порядке передачи в безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственности города. Общественным организациям инвалидов в Чебоксарах передадут в безвозмездное пользование занимаемые ими помещения. На такую меру поддержки могут рассчитывать объединения и организации, если они используют помещение на законных основаниях не менее пяти лет. Пока у нас было четыре общественные организации инвалидов, еще две организации заявили тоже о поддержке. Ну, в общем-то, мы будем смотреть. Пока такого повального предъявления документов нету, но тем не менее мы все эти общественные организации будем смотреть. Предлагается также оказание всех мер поддержки, предусмотренных для организаций инвалидов, занятых некрупным бизнесом. При условии, что более 50% работников инвалиды, а фонд оплаты их труда составляет не менее 25%. Недавно созданный Общественный совет столицы активно включился в работу. На втором заседании его участники определили регламент и планы работы на следующий 2013 год. Общественный совет призван наладить тесный контакт между общественностью и местным самоуправлением. Своей работой совет не собирается подменять депутатский корпус и работу администрации. Все принятые решения будут направлены на интересы каждого человека в городе. Главная наша задача будет не подменить работу правоохранительных органов, депутатского корпуса, как уже было сказано, и того же представителя по правам человека, а найти какую-то свою нишу, которая позволила бы нам на сегодняшний день найти точки соприкосновения с названными общественными организациями и государственными органами. Местным властям и жителям нужна объективная картина происходящего в каждой из отдельно взятых сфер. Потому в состав совета вошли участники из разных отраслей, которыми живет город. Отсюда и разнообразный состав структуры и принцип ее формирования. Серьезно подошли к формированию структуры направления деятельности нашего общественного совета и самой структуры организации работы. То есть регламент мы сейчас дружно проголосовали. Регламент это тот юридический документ, без которого нам существовать нельзя. Мы должны понимать не только свою миссию, но и формат работы, периодичность, очередность не только заседаний, но и активное участие каждого представителя бизнеса, общественных, религиозных организаций в этом общественном совете. Мы предложили создание ряда комиссий по различным направлениям. Учитывая то, что в нашем совете на самом деле представлена, по сути дела, вся элита города и яркие представители, и представлены те направления, которым и живет город Чебоксар. Как отметили участники заседания, сегодня очень важно помогать власти принимать правильные решения, предвидеть проблемы, которые могут возникнуть в городе и в целом в республике. Члены совета предлагают сформировать пять комиссий по наиболее актуальным направлениям. К социальному, экономическому, образовательному развитию также отдельно будет создана специальная комиссия, которая займется противокоррупционной деятельностью. Мы не просто назвали комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству или комиссии по социальной сфере. Можно было так вот упростить, но все-таки, на наш взгляд, наши направления более масштабные, более глобальные. Первая комиссия – это по развитию института гражданского общества, социального партнерства, общественного и местного самоуправления. Одно из важных направлений для общественного совета – брендинговые проекты города, связанные с повышением инвестиционной привлекательности столицы. Еще на первом заседании всех очень заинтересовала тема – увековечение памяти прабабки первого русского царя из династии Романовых. Архитектор Станислав Узиков предложил вариант на самом деле реальной церкви, точнее реальной часовни, которая находилась возле сегодняшней Успенской церкви, и в этом отношении это действительно историческая застройка, по сути говоря, храмная застройка. Вот предлагается сделать, я вам сразу скажу, вот если вы увидите там, где сейчас пивные ларьки стоят, это вот как раз вход на Волгу, вот предлагается вот на этом месте создать эту часовню. Но я вам сразу скажу, с точки зрения исторической, похоронена Мария Шестова на 70 метров выше, ровно там под памятником. То есть не совсем исторически, это верно, конечно. В ходе обсуждения планов на следующий 2013 год представители общественного совета обозначили свое участие в решении многих задач. Это и формирование муниципальной кадровой политики и кадрового резерва, повышение престижа рабочих профессий, повышение инвестиционной привлекательности города Чебоксары, общественный контроль за соблюдением прав человека, совершенствование системы управления сферой ЖКХ. Планов у членов совета предостаточно, пора приступать к работе. Программа местное самоуправление подошла к концу. Я, Данифа Тагирова, прощаюсь с вами. С наступающим Новым годом. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин